В организации телефонных махинаций участвуют несколько преступников. Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва мошенничества невольно выдает при общении. Так, наиболее распространенными схемами телефонного мошенничества считаются СМС-рассылки о блокировке банковской карты и требования выкупа или взятки за освобождение знакомого или родственника. Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят и выполняют чужие указания. Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом случае уверенно задавать уточняющие вопросы. Главное не паниковать и найти способы проверить на достоверность информацию, полученную от незнакомцев.